МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Станет ли Путин не въездным в Армению? Как сыпется российская политическая орбита? Кто останется в кругу друзей Кремля? Привет, Ким. Зачем северокорейский диктатор прикатил в Россию на бронепоезде? Что дальше? Будет ли КНДР поставлять оружие Москве? И насколько все это может изменить ход войны в Украине? Здравствуйте, меня зовут Владимир Унец. Обо всем этом и многом другом прямо сейчас смотрите сами. Все это напоминает дешевый телесериал с некачественной бутафорией. Подобие деревянного не то помоста, не то крыльца на перроне местного жильдевокзала. Барышни в кокошниках с хлебом на полотенце. Все это как будто бы из середины 70-х прошлого века. Да и то, мне кажется, на это бы никто не купился даже тогда. Да, это я о втором, нет, не пришествии, о втором приезде северокорейского диктатора Ким Чен Ына в Россию на личном бронепоезде. Визит, который без преувеличения обсуждал весь мир. С чем Ким едет к Путину? Что они могут друг другу предложить или хотя бы пообещать? Почему напрягся Вашингтон и Сеул? Как эта встреча может повлиять на ход войны, развязанной Россией против Украины? Все эти вопросы неспроста возникли в головах миллионов людей. Итак, давайте разбираться. Потенциально Ким мог приехать к Путину совсем не с пустыми руками. Артиллерийские боеприпасы старого советского образца и ракеты малой дальности. Да, это может казаться смешно, где-то это так и есть, но в Северной Корее такого добра миллионы единиц. Россия и так до сих пор демонстрирует артиллерийское превосходство на поле боя. Пополнение арсенала несколькими миллионами смертоносных железяк точно бы не стало шуткой. Несмотря на устарелость, это все стреляет и летит. В больших количествах, если не приносит ожидаемого результата, как высокоточное оружие, то истощает ресурс и держит в напряжении. А чем же Россия могла бы заплатить Северной Корею? Ведь миллионы снарядов просто так Ким явно не отдаст. Он, конечно, большой патриот России и друг Путина, но ему свое собственное гетто чем-то нужно порадовать. Технологии. Ядерные, космические, авиационные. Еще и да. Да-да, вы не ослышались. Обычная еда. Продукты, которые можно положить в холодильник, чтобы ими потом прокормить семью. В Северной Корее с этим тоже все не слава богу. Плановая экономика позволяет производить снаряды старого образца, но вот товары народного потребления в дефиците. Ничего не напоминает? Ну да я не об этом. Ким приехал в Россию на бронепоезде, который притянули локомотивы РЖД. Маниакальная боязнь за свою безопасность. Северо-корейский диктатор никак иначе за границу не ездит. Ну, не то чтобы он вообще особо ездил за границу, но тем не менее. Сеул, который сначала полномасштабной российской агрессии осудил войну, но вел более мягкую, чем западные страны, политику по отношению к Москве, тут же стал на ДБ. Только попробуйте купить у Кима снаряды, и мы будем с вами вести диалог совершенно по-другому. Тут же заявили в Южной Корее. Россия должна чётко осознавать, что если военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией станет реальностью, это окажет очень негативное влияние на отношения Южной Кореи и России. Если произойдёт какое-либо действие, которое грубо нарушает резолюцию Совета безопасности и серьёзно угрожает нашей безопасности, мы строго предупредим об этом и укрепим наше сотрудничество с союзниками, включая Соединённые Штаты, для рассмотрения контрмеров. Что заставило Ким Чен Ына поехать не в российскую столицу, а в Комсомольск на Амуре? Почему его встречали не первые лица, а вообще непонятно кто? И почему переговоры с Путиным проходили на космодроме Восточный, а не в Кремлёвском дворце? На эти вопросы эксперты дают абсолютно разные ответы, но я их тут транслировать не буду. Это всё предположения. Из очевидного. В публичной плоскости Путин и Ким не обсуждали поставки оружия. Обошлись лишь пустопорожними заявлениями из коммунистического прошлого про борьбу с гегемонией, про геополитику, в которой и тот, и другой имеют с каждым днём всё меньшее влияние. Большой вопрос, пойдёт ли Россия раздавать свои технологии в обмен на много примитивных снарядов. Что ко всему ещё может явно не понравиться и Китаре. Пекин выстраивает свою иерархию отношений в регионе, и участию России в этих процессах будут явно не рады. Нет, ракеты северокорейскому товарищу, конечно, показали. На космодроме, с которого первую ракету запустили в 2016-м, а до этого он был окутан целой чередой коррупционных скандалов. На этом, похоже, всё. Ну нет, ещё и сами переговоры проходили в монтажно-испытательном корпусе, где собирают новую ракету «Ангара». Встреча продолжалась около двух часов. Сначала на уровне делегации, потом тет-а-тет. Стоило ли это того, чтобы ехать бог знает куда на бронепоезде, пока непонятно. Но в отличие от переговорной, экскурсионная программа Ким Чен Ина была вполне насыщенной. Вот кадры, как северокорейскому товарищу, дают не только посмотреть, но и даже пощупать один из самых современных российских многоцелевых истребителей Су-57, который как раз и собирает в Комсомольске-Наумуре. Ким даже перекинулся парой слов с российским военным пилотом, правда, о чём говорили, мы так и не узнаем. Российские пресс-службы срезали звук с этого видео. После официальной встречи с Путиным, правда, ещё был и обед. Там подавали вина из усадьбы Дивноморска. Да, это та самая Димина дача вблизи Геленджика, на которой давненько уже засветился Дмитрий Медведев. Кстати, когда там запускали производство вин, то не понимали, что именно делают, не было ни опыта, ни видения. Именно поэтому участок в итоге пришлось оборудовать дорогой системой ирригации, из-за неприспособленности почвы для выращивания винограда. Но вино идеально подходит для такого гостя, как Ким Чен Ын. Не французским же Саблиеву, в конце концов, поить. Хотя тот бы, скорее всего, конечно, не отказался. Для обоих диктаторов эта встреча – кукольный спектакль. Обоим важно показать, что они не изгои. Хотя в такой изоляции, как эти двое, не был еще никто из мировых лидеров. Даже у Фиделя Кастро имидж получше-то был. Почему России невыгодно отдавать киму технологии? Тут сразу несколько причин. Хотя обозреватели спорят и по этому поводу. Первая причина – не злить Китай. Это его сфера влияния, как я уже сказал, и Москву там никто не ждет. Вторая причина – этот обмен был бы неравноценен. Для самой России. Ну и третья – Северная Корея, получив доступ к технологиям, потом попросту может их перепродать. Нужно ли это Путину? Смотрите сами. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров уже объявил, что Россия и Китай даже откажутся от санкций против КНДР. А Вашингтон сказал, что молча за всем этим наблюдать не будет и союзным отношениям всеми способами помешает. В любых взаимоотношениях очень важно не только, что происходит именно сейчас, в данный момент времени, а важна их история. К примеру, Россия и Германия долго и плотно сотрудничали в нефтегасовой отрасли. Италия поставляла для Москвы дорогие люксовые товары из мира моды. Украина когда-то вообще была лидером взаимной торговли. А что же с Северной Кореей? Между Москвой и КНДР нулевой торговый баланс даже за прошлый год, не говоря уже предыдущих. Ноль долларов, ноль центов. Я лично вообще не знаю, у кого что покупает Северная Корея и откуда у нее на это деньги. Второй очень важный момент. Вся победобесная ахинея, которую Ким нес перед российскими телеканалами, совершенно не транслируется внутри его страны. Говорят, что в самой Северной Корее мало кто вообще знает, что Россия пошла войной на Украину. Как бы это ни назвать. К примеру, в главной местной газете на Дон Симун об этом ни слова. Дружба с Путиным рассчитана исключительно на внешнюю аудиторию. А если уж быть абсолютно точным, чего уж там греха таить, то на конкретную внешнюю аудиторию. На Вашингтон и на Сеул. Ну и Китай, который в регионе за всем внимательно наблюдает. Такой тигр, спочивший в тени. Почему я склоняюсь к версии, что если оружейная сделка между Москвой и Пхеньяном все же состоялась, то Москва будет за снаряды платить едой, а не технологиями. Потому что это явно будет устраивать Китай. Голодные жители Северной Кореи Пекину не интересны. А тем более вероятны голодные бунты, которые, не дай бог, еще и до объединения двух Корей приведут. Такое не только Киму, но и Си точно не понравится. Хотя объединить сейчас две Кореи, картинка была бы голливудская. Да и геополитическая раскладка не менее яркая. Сделка века. Менять снаряды на еду. Детали такого соглашения явно ни Пхеньян, ни Москва обнародовать не захотят. На дворе поди 21 век. Вот и пришлось двум авторам кукольного шоу представить публике кукольные выводы по результатам их встречи. Путин вспомнил, как, цитируя советские и корейские солдаты, плечом к плечу громили японских милитаристов. Ну а Ким порассуждал о священной войне России с гегемонистическими силами, которые, цитирую, питают экспансионистские иллюзии. Они пообещали друг другу крепить узи товарищества и добрососедства. Путин выстраивает новую российскую политическую орбиту. Впрочем, насколько эта орбита может быть прочна? Что пошло не так в российской внешней политике? И чем все это может в итоге закончиться? Уже в следующем блоге. Смотрите сами. Какая же она российская геополитическая орбита? Ответ на этот вопрос одновременно очевиден и неоднозначен. Давайте подробно разберемся. До того, как Россия открыто вторглась на территорию Украины, у нее де-факто была значительная политическая орбита. Туда входили даже страны Западной Европы. Германия, Италия, Франция, например. Они не то, что были под влиянием политики Кремля, скорее хотели дружить с Россией деньгами и топливом. Им такой союз был выгоден. Полномасштабное вторжение выбило эти страны из политической орбиты Москвы. В Европе у Москвы сейчас очень мало симпатиков. Ну, пожалуй, Венгрия, Сербия. На этом список можно и закончить. Бывшие республики СССР тоже, без сомнения, страны российской политической орбиты. До того, как Россия начала вмешиваться во внутренние дела Украины, а очевидно, это стало еще в далеком 2004-м, диктовать ей свою политику, пытаться влиять на результаты выборов в стране, большинство населения Украины относились к россиянам дружелюбно. Торговля шла на ура, да и в других отраслях все было тип-топ. США определяли Россию как соперника, а не врага. В оборонной стратегии НАТО не было написано слово «угроза», которое теперь проходит везде, где упоминается Россия. Да и граница с НАТО была в два раза короче, чем сейчас. Организации, в которых Россия не участвует, а скорее главенствует, например, Организация договора коллективной безопасности, вызывают все больше сомнений не только у меня, а у всех, кто следит за тем, что там происходит. Если взять для примера НАТО, военный блок проводит десятки военных операций, где союзники общими усилиями достигают своих целей, чего добилась ОДКБ. В ее списке одно достижение – спасение Касыма Жамарта Такаева на должности президента Казахстана. И то это не было коллективным решением, а скорее волей лично Владимира Путина, который не любит, когда народ какой-либо страны выбирает себе власть. Помог, так сказать, коллеге. Хотя отчество Такаева упорно запомнить не может. Да и имя с первого раза произнести тоже. Та еще задача. В итоге Токаев при должности, а ОДКБ без дела. Например, та же Армения неоднократно просила так называемый военный блок вмешаться в противостояние с Азербайджаном. Но политической воли на то там не проявили. Сейчас Ереван при помощи западных усилий, как может, мирится с Баку. Даже признал Карабах территорией Азербайджана. Но военной помощи ни от Москвы, ни от ОДКБ так Армения и не дождалась. Российские миротворцы выполняют в регионе кукольную функцию. Тем более, что и конфликт уже в фазе затихания. По крайней мере, на данный момент. Короче, сложности у России со строительством собственной орбиты. Что имела, не ценила. Что не имеет, ей все равно не светит. Короче, говорят, между Россией и Арменией сейчас все далеко не слава богу. Вот кадры армяно-американских учений «Игл Партнер-2023», которые в эти дни проходят на одном из армянских полигонов, построенном за американские деньги. Учения микроскопические в масштабах всего, что сейчас происходит на континенте. В них принимают участие 175 армянских и 85 американских десантников. Цель этих учений – подготовить армянских солдат к сотрудничеству с НАТО, которое у Армении тоже есть. Все это настолько взбесило Москву, что после начала учений на ковер в российский МИД вызвали армянского посла, чтобы высказать ему официальный протест. Конечно, ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье. Мы не видим, и я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении. Где бы ни появлялись американцы, они, знаете, у них сотни баз по всему миру, нигде это до добра не доводит. Базы НАТО подбирать под себя внутриполитические процессы до добра не доводит. Все это мы уже неоднократно слышали в адрес Украины. А теперь вот один из самых преданных партнеров с момента развала Советского Союза попал под шквал российских клише. При этом риторика Путина куда более сдержана, чем у Лаврова. Он уверяет, что с Пашиняном у него все хорошо. В постоянном контакте обмениваются письма, даже не зная, как на это реагировать. Что ж, может у Путина с Пашиняном все и хорошо, чего тут нагнетать? Только тогда посла, чего вызывали из-за заурядных учений на 200 человек. Вопрос пока лично для меня, по крайней мере, открытый. Еще в начале сентября жена Никола Пашиняна, Анна Акопян, приезжала в гости к Елене Зеленской. Приехала с гуманитарной помощью, ну и, собственно, своей повесткой. Для нее Киев стал площадкой, где она имела возможность заявить о проблеме блокады Лачинского коридора. Но, тем не менее, в Москве и это жутко не понравилось. Ну и вишня на торте, конечно, совсем недавняя новость о том, что Армения собирается ратифицировать римский статут, а значит, будет обязана исполнять решение Международного уголовного суда, который, напомню, если вдруг вы запамятовали, выдал ордер на арест Путина. Так и что теперь? Путин и в Армению въехать не сможет? Давайте подумаем. Пашинян настаивает, что решение было принято не из-за России. А, цитирую, это касается вопросов безопасности Армении. Что это означает? Армения хочет себя обезопасить на случай возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе. В случае, если война вспыхнет с новой силой, Армения хочет избежать военных преступлений, ну или хотя бы попытаться наказать виновных, если такое все же произойдет. Римский статут, безусловно, для Елевана в этом контексте незаменим. Но тут ведь вот еще какая штука. Я не знаю, прошла ли эта новость мимо вас, но в Москве она вызвала просто извержение вулкана среди власти мущих. В Армении задержались семерых по подозрению в незаконном обороте оружия. И угадайте, кто среди задержанных? Пророссийский блогер Микаэл Бадалян и журналист пропагандистского издания «Спутник Армении» Ашот Геваркян. Захарова как неожиданно тут же начала писать о притеснении в стране свободы слова. Не исключаю, что это еще одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги. Очевидно, силы, нацеленные на это, в последнее время активизировались. Я отказываюсь принимать то, что власть, пришедшая под лозунгом «Свобода слова, абсолютное право каждого», будет санкционировать гонения на журналистов и блокировать распространение информации. Понимаете ли гонения на журналистов? Захарова не вдомек, что их не иноагентами объявили. Их подозревают в незаконном обороте. Оружие – это совсем другая статья, совсем другой подход. И кричать здесь о свободе слова как минимум цинично. Можно было бы требовать справедливого расследования, ну и судебного процесса, но российские чиновники на это не заточены. Об этом в гневном опусе Захаровой ни слова. Все, о чем обычно молчит российская власть, выливается в эфир ртами ее пропагандистов. Если реакция Путина на то, что происходит в Армении, публично сдержана, то Дмитрий Киселев уже чуть ли не войну объявляет. Ну, по крайней мере, очень близок к этому. Пашинян представляется обиженным, но ведь сам недавно признал Азербайджан в границах 1991 года, что означает «Нагорный Карабах – азербайджанский». До этого он сам, вызывающий, ездил танцевать в шуршу. Что и стало огромным раздражением для Азербайджана и провокацией на силовое решение территориальной проблемы. А потом, попавшую в окружение 30-тысячную армянскую армию, Путину пришлось спасать. Иначе была бы большая кровавая баня. От себя скажу, что если бы Путин меньше спасал, то на планете было бы намного меньше кровавых бань. Молдова, Грузия, Украина, Сирия, страны Африки. Список можно продолжать. Но не Киселев же об этом будет рассказывать в самом-то деле. На данном этапе я бы не сказал, что Армения вышла из российской орбиты. Она просто тщательно отстаивает свои интересы. Чтобы в случае чего тому же Западу можно было сказать, что мы, мол, всю дорогу уже были с вами. Но, тем не менее, это признаки того, что, по крайней мере, желание избавиться от российского влияния становится все сильнее. Путин затеял опасную для себя игру. Единственная страна, которая не то что сойти с политической орбиты, а, в принципе, кажется, ходить уже разучилась, это Беларусь. Да, на прошлой неделе Лукашенко снова обивал путинские пороги. Зачем? Одному богу известно. В какой-то момент мне даже начинает казаться, что ни Путин, ни сам Лукашенко до конца уже не понимают, зачем они так часто видятся. Что они такого друг другу еще не сказали? Ах, да, Украина – главная тема. Ну, а почему нет? Но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции сил или с помощью экономических санкций, либо финансовых ограничений, угрозой применения военной силы, либо применением ее. Они сами пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят. Конечно, просто не хотят. Там, конечно, хорошо. Я думаю, что для Украины важно гопак и забыть. Вот это важно. А то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, всем, так или иначе, всем придется барыню. Ну, или в лучшем случае казачка. Кто не понял, о чем говорил Путин, расшифрую. Он говорил о том, какая плохая Америка. Она, мол, напала руками украинцев на бедную Россию, а та заставит всех плясать барыню или казачка. Ну, а что вы удивляетесь? Ну, такие у российского президента фантазии. Да и скажите уже кто-нибудь Лукашенко, что поза, в которой он сидит, по меньшей мере выглядит странно или даже подозрительно. Хочется как-то его то ли усадить, то ли уложить, то ли посадить. Но это решать уже народу Беларуси. Моя программа о другом. А Путин, заметили? С одной стороны, говорит, что все будут барыню плясать, с другой слезно просит снять хоть какие-то санкции. Уж больно, они ему не нравятся. Хотя странно, что не нравятся. Он же говорит, что Россия от этого только выигрывает. Или он не о России беспокоится. Вы уж смотрите сами. Раз уж мы о высоком орбите, санкции, экономический эффект, я вам просто скажу одну вещь. ВВП США в 2021 году составил 23,3 триллиона долларов. ВВП России в том же году составил 1,7 триллиона американских денег. Это до большой войны, до эмбарго и санкций. Россия в 14 раз беднее Америки. Скажу больше. ВВП одного только штата Калифорния в 2021 году составил более 3 триллионов долларов. Что почти в два раза больше, чем вся Россия. Как вам такое? Но это же информация не для распространения в эфире федеральных каналов. Как объяснить людям, что они зачем-то с Америкой воюют? На самом деле нет. Они воюют с соседней Украиной. И при этом не могут себе позволить даже десятую часть того, что могут американцы. Зачем делать дороги в Якутии, если проще перевести экономику на военные рельсы? Кстати, засекреченные военные закупки и контракты – та еще мутная водица. Так что освященная Путиным так называемая СВО имеет вполне конкретную денежную ценность, оседающую в карманах разного уровня чинуш. Россия не умеет зарабатывать. Пока другие работают головой, ее чиновничий аппарат мыслит откатами и суммарными показателями, которые можно втирать в очки другим. К примеру, Путин сильно гордится, что продает теперь нефть в Индию, а не на ненавистный Запад. Ну и уровень продаж там высокий, и вроде бы все хорошо, но есть одно «но». Но рупии, за которые благосклонная к Москве Индия покупает нефть – несвободно конвертируемая валюта. Отсюда возникают некоторые нюансы. Индия не может помочь России вывести зависшие в индийских банках миллиарды рупий, которые российские экспортеры получили в качестве оплаты экспорта. Зато Индия может помочь выгодно инвестировать эти деньги в свою экономику. О как! В том числе, да, такая проблема и есть, потому что в нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения, и наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать. Все остальные наши договоренности, включая по военно-техническому сотрудничеству, они в полной мере сохраняют свою силу. Итак, если вы вдруг не поняли, Россия продает нефть Индии по уже заниженной цене, получает за нее рупии, которые банки не могут перевезти в Россию. Поэтому Лаврову предложили за эти застрявшие рупии ни в чем себе не отказывать, но на территории Индии. Даже если представить, что рупии будут работать в Индии на благо России и приносить дивиденды, то это снова будут рупии. Замкнутый круг. Но Лаврову нравится. Ну, если Лаврову нравится, значит, должно нравиться всем. Рассказывать людям, как на их уровень жизни влияет ВПП страны, сложно и опасно. Легче наврать, что выгодно продал нефть за рупии, которыми не можешь пользоваться. Ну, а потом рупии выгодно вложил в рупии. Двойной выигрыш. Китай вообще никогда нельзя было назвать страной российской орбиты. Он всегда пытался выстроить свою собственную. Декларирование дружбы и сотрудничества с Путиным – это одно, а попадание в зависимость от России – это совершенно другое. Си такого не допустит. Тут скорее будет наоборот. Россия в перспективе станет страной китайской орбиты. Ну, а в следующем блоке смотрите сами, доведет ли Россия НАТО до белого коленя. Сколько нужно российских дронов на территории военного блока, чтобы тот применил пятую статью Североатлантического договора. Начну этот блок не с ракет и не с дронов. А вот с какой новости. В Сенат Италии приняли на работу россиянку Ирину Осипову. Вот ее фото из соцсетей. Да, вы не ошиблись, она рьяная путинистка и открыто поддерживает агрессию против Украины. Но что еще о ней известно и почему это важно? Осипова связана с правыми партиями Италии и с неонацистом Яном Петровским. Участвовала в митингах в поддержку войны в Украине, а кроме того, Осипова – дочь бывшего главы представительства Россотрудничества в Италии и руководителя Русского дома в Риме, которого подозревают в связях с российскими спецслужбами. Если итальянские сенаторы не откроют глаза на проблему, то уже 1 ноября Ирина выйдет на работу в должности помощника парламента. Нас уверяют в том, что должность скорее техническая, Осипова будет отвечать за базы данных, классификацию и архивацию корреспонденции в Сенате. Это, конечно, техническая, где вы видели шпионов, которые хотят политическую должность. А вот это, на первый взгляд, невинная будет отвечать за базы данных. Да, она получит доступ к важной и, возможно, даже засекреченной информации, в том числе личной переписке итальянских политиков. Но чтобы вы понимали уровень такой технической должности, на нее подавались 12 тысяч кандидатов. Вакансия открылась еще в 2019 году. Из этих 12 тысяч отбор прошли 124 человека. Сенат изначально объявлял конкурс на 60 мест помощников для работы в парламенте. Осипова заняла 78 место в конкурсе, но при этом часть кандидатов позже отказалась от предложенной им работы или нашла другую, более выгодную. Так что должности получили те, кто изначально не мог на них претендовать по рейтингу. Экзаменаторы отмечают успехи Осиповой при отборе. Она успешно ответила на вопросы по истории Италии, по Конституции и сходу перевела несколько текстов с английского на итальянский. Неужели в ФСБ хоть кого-то еще подготовили, кроме любителей шпилей Баширова и Петрова? Телеканал «Настоящее время» пишет, что о политических взглядах Осипова во время экзаменов и не спрашивали. Но этого процедура сдачи экзаменов и не предусматривает. Председатель экзаменационной комиссии Паула Бинетти подчеркивает, что это было бы несправедливым вмешательством, которое создало бы очевидную несправедливую дискриминацию. По ее словам Осипова, один из объективно отобранных кандидатов. В своих многочисленных отписках журналистам на их многочисленные запросы чиновники аппарата итальянского парламента говорят, что, мол, личное дело каждого, какие у кого политические убеждения, и что на рабочем месте они не позволят продвигать пропаганду. Да только вот дело не в пропаганде, а в том, что она потенциально может вытащить из парламента абсолютно всю информацию, которая в итоге окажется в руках аналитиков ФСБ. Ну а потом итальянцы будут искренне удивляться, что у них выборы кто-то вмешивается. В общем, вы, конечно, смотрите сами, но, как по мне, это очень странное кадровое решение, и дело вовсе не в так называемых политических взглядах, а в бэкграунде человека, который при приеме на работу, конечно, не мешал бы проверить. Но спасение итальянцев – дело рук самих итальянцев. Конечно, решать только им. Хотя, если вы думаете, что в Италии все-таки помолчали, то нет. Конечно, по классике жанра многие политики поспешили высказать свою обеспокоенность в соцсетях. Ну, посмотрим, конечно, но пока назначение Осипа военной должности никто не отменял. Вот так иногда на Западе отказываются видеть очевидное, ну а потом сами страдают. Вон поляки не хотели видеть у себя российскую ракету Ха-55, пока ее в конце апреля не нашел местный житель в лесу вблизи города Быдгощ, который, между прочим, называют польской столицей НАТО. Ходил себе человек в лесу – раз, ракета торчит. Позвонил куда надо, приехали, увидели, что это Ха-55, способная, между прочим, нести и ядерный заряд. Запустили эту железяку, скорее всего, с территории Беларуси. Куда же без нее? Ракета, очевидно, залетела на территории Польши, скорее всего, еще в декабре. Тогда, в ходе очередного массированного ракетного удара по украинской энергетической инфраструктуре, ракеты запускались в том числе и с самолетов, взлетавших с территории Беларуси. Короче, летела себе ракета, за ней следили. Потом она резко пропала с радаров, и о ней все забыли. Как удобно. Российская ракета спокойно летит по территории НАТО. В это время где-то на Алтае тихо улыбается Путин, а весь мир ничего не видит. Тут, понимаете, вот еще какой вопрос. Почему ракете дали пролететь такое расстояние? От места падения до украинской границы более 500 километров, до белорусской более 400, до Калининградской области России 300 километров. Странно, правда? Постоянные российские атаки по инфраструктуре при Дунавье не остаются незамеченные в соседней с Украиной Румынии. Ну, как не остаются? Часто остаются преднамеренно незамеченными. Вот видео с румынской территории, сожженные и посеченные осколками деревья. Результат совсем недавних прилетов по румынской территории. Местные жители уже узнали, что такое воздушная тревога, а власти решили построить в приграничных селах бетонные укрытия. Румыния и Украина – союзники и партнеры. Южная соседка поддерживает во всех смыслах Украину, но, тем не менее, российские дроны совсем недавно даже стали причиной публичных стычек между странами. Когда 4 сентября иранские дроны-шахеды, выпущенные по Украине, рухнули и взорвались на территории Румынии. Сначала официальный Бухарес пытался отрицать, что инцидент имел место быть на их территории. Украинский МИД настойчиво уверял, что они, румыны, плохо смотрели, что, мол, у украинцев есть и фото, и видеодоказательства. И в конечном счете Бухарест сдался и признал, на их территории действительно упали российские дроны-камикадцы. Откуда эта политика отрицания? Что за этим стоит? Я вам отвечу коротко. Пятая статья Североатлантического договора. Она называется «Коллективная оборона» и занимает центральное место в основополагающем договоре НАТО. «Один за всех и все за одного». То есть, если Россия ударила по территории Польши, а теперь вот неоднократно по территории Румынии, то НАТО надо было бы показать Москве всю свою огневую мощь. Но почему этого не происходит? Фактор эскалации. В НАТО все время не устают повторять, что это исключительно оборонный блок. Для применения пятой статьи нужно было бы доказать, что атака на члена Союза преднамеренно и что национальной безопасности этой страны действительно угрожает. Такой себе хитрый ход. Представьте улицу в три дома, где два крайние между собой воюют, а средние держат нейтралитет, но все пули и снаряды летают через их двор. Угрожает ли это безопасности жильцов этого самого нейтрального среднего дома? Если снаряды падают во дворе среднего дома, это уже атака на него или еще нет? Как любит говорить российская пропаганда, не все так однозначно. А именно так все и работает. Нужно оставить под сомнение любой принцип, которым пользуется твой враг, и в какой-то момент ты его дезориентируешь. Россия умеет вести такую войну. Президент Румынии Клаус Йоханнес немедленно провел консультации с генсеком НАТО Йенсом Столпенбергом, сказав, что произошло абсолютно неприемлемое нарушение суверенного воздушного пространства Румынии. Тот в ответ качал головой, ну а что он еще мог делать? Позже его заместитель Мерча Джоанне заявил об отсутствии рисков того, что таким образом Румыния будет втянута в эту войну. Короче, чтобы не тянуть кота за хвост, в НАТО боятся так называемой эскалации. НАТО не хочет Третьей мировой, которая их так усердно подталкивает Путин. Это все логично. Ну а что же делать? Где та грань, которую Россия уже точно не сможет переступить? На этот вопрос я вам так сходу не отвечу. Скажу лишь, что многое зависит от того, насколько долго западные страны захотят дальше поддерживать Украину. Ведь если Киев падет, воевать дальше придется им самим. Но, правда, пока они этого осознавать упорно не хотят. Статус-кво — это то, что всегда любила старушка Европа. Такой у нее менталитет. Это не хорошо, не плохо. Это просто так. И часто Россия этим умело пользуется. Поэтому российские путинистки попадают в работу в итальянский парламент. Поэтому поляки полгода ищут российскую ракету. Поэтому румыны пытаются отрицать, что на их территории падают российские дроны. Пока все закончилось дипломатическим протестом. Его Румыния выразила России из-за найденных обломков. В МИД вызвали российского посла. Рассказали ему, что это все очень плохо. Им отпустили в Освояси. Ну а как все будет развиваться дальше, смотрите сами и не пропускайте мои программы. Ну а на этом у меня все. Вы не забывайте подписаться на этот YouTube-канал. Ставьте лайки, жмите колокольчик и, главное, комментируйте. А еще теперь можете оставлять в комментариях вопросы. Я выберу три наиболее интересных из них и отвечу вам в отдельном видео. Также вы можете поддержать донатами наш проект на Патреоне. Ссылка также есть в описании. С вами был Владимир Унец. Увидимся через неделю.